Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великий музей мира» Йоган Генри Фюсли. Теодор встречает в лесу призрак своего предка Гюида Кавальканти. Около 1783 года холст масла 276 на 317. Йоган Генри Фюсли – живописец, график, историк и теоретик искусства, один из величайших представителей предромантизма. Родился в Цюрихе, но большую часть жизни провел в Англии. Художник много путешествовал, побывал в Германии, получил хорошее образование, изучал философию, теологию, литературу, свободно владел шестью языками, занимался переводами. Фюсли – первый переводчик на английский язык книги, выдающийся в немецкого историка искусства Винкельмана «Размышления о живописи и скульптуре греков». Мастер создавал полотна на исторические и мифологические сюжеты, также выполнил ряд большеформатных работ, навеянных произведением Боккача, Шекспира, Данте, Гомера, Блейка и литературой немецкого романтизма. На этой картине представлена сцена из новеллы Боккача «Ди Камерон». Позднее данный сюжет был переработан Джоном Драйденом в поэме «Теодор и Гонория», которая также опиралась на новеллу. Фюсли изобразил момент, когда «Теодор» встречает в сосновом лесу призрак своего предка Гвида Кавальканти. Вооруженный всадник травит собаками убегающие от него обнаженную девушку, виновную в его смерти. Такая суровость являлась карой за ее жестокость. Как и большинство полотен художника, это написано в темных тонах и полно экспрессии драматизма. Фон здесь проработан мало. Своё внимание мастер сосредоточил на фигурах героев, уступающих их с неглубокого пространства к первому плану, где разыгрывается основное действие. Через несколько лет после завершения данного произведения Фюсли избрали действительным членом Королевской Академии Художеств, где он преподавал. Среди его учеников были такие известные живописцы, как Констебль, Тернер и Этли. Вот такое описание из книги «Великий музей мира» к работе Йогана Генри. «В Фюсли Теодор встречает в лесу призрак своего предка Гвида Кавальканти». Написано около 1783 года. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok